Пять машин столкнулись в Барнауле. Пострадали молодой мужчина и четырехлетний ребенок. Для предприятий, выпускающих продукты народного потребления, нужна специальная программа поддержки. Разработать ее планируют в правительстве региона. Все в шахматы. Как увлечь этим спортом большее число детей? Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Два человека пострадали в аварии, которая произошла сегодня на улице Загородной в Барнауле. Это молодой человек 97-го года рождения и четырехлетний ребенок. По предварительным данным, водитель отечественной четверки выехал на встречную полосу, где столкнулся с Тойотой Короной. Обе машины оказались на встречке, где столкнулись еще с тремя авто. Пострадавших увезли в больницу скорой медицинской помощи. Автоинспекции Барнаула напоминают, что в сложных погодных условиях необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Новая школа с бассейном и современными спортивными залами сегодня открылась в Барнауле. Обучаться здесь будут 550 школьников. Они уже приступили к занятиям. Пару часов назад школу посетил и губернатор края Виктор Томенко. В здании оборудованы кабинеты для лабораторных занятий по химии, физике, биологии. Школьники смогут посещать кабинет военной подготовки с оружейной комнатой. Для мальчиков открыты столярные и слесарные мастерские. На строительство школы по адресу Сиреневая, 16 было потрачено порядка 500 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Подробности в нашем вечернем выпуске. На Алтае разработают новые формы поддержки промышленных предприятий, которые выпускают продукты народного потребления. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко во время рабочего визита на приборостроительный завод «Ротор». По словам главы региона, самая легкая из задач экономического направления на 2019 год – сохранить показатели прошлых лет будут и другие. Создание для таких предприятий, которые работают по специальным заказам, по гособоронзаказу. Создание дополнительных возможностей для производства продукции иной, то есть для диверсификации. По поручению президента страны, к 2030 году половина продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России должна быть гражданской. «Ротор» в этом направлении развивается давно. Кроме сложных электромеханических систем и приборов для морских судов, самолетов и ракет, здесь выпускают кухонную, медицинскую продукцию, а также автотехнику. Доля гражданских товаров уже составляет треть от всех объемов производства. Ежегодно «Ротор» тратит по 100 миллионов рублей на техническое переоснащение. Власти намерены помогать всем алтайским предприятиям, работающим в этом направлении. В прошлом году в регионе создали фонд развития «Края». Он оказал помощь восьми предприятиям на сумму в 350 миллионов рублей. А вот специальной программы поддержки пока нет. Ее планируют создать к середине года. Одним из первых ее опробует «Ротор». Однако новые направления выпускаемой продукции на заводе осваивают уже сейчас. С января месяца мы серийно изготавливаем детали для магистрального гражданского самолета МС-21 производства Иркутского авиационного завода. Мы начали серийное изготовление деталей для железнодорожного подвижного состава российских железных дорог. И планируем по медицинскому направлению результат по медицинским изделиям в течение полгода. Это будет направление по хирургии. Сырость, грязь, примерзшие к полу вещи. Таким стал некогда уютный дом семьи Пешковых на улице Транзитной. Пожар уничтожил жилье многодетной семьи из Барнаула. Отец, мать и четверо детей остались без крова. Причина пожара пока неизвестна. Результаты экспертизы будут позже. Предположительно, возгорание произошло на крыше. Просыпаюсь от того, что я просто не могу дышать. Я говорю, что делать, я не знаю, куда. Он говорит, буди детей, скорее буди детей. Альбина начала маленького будить. Я говорю, Альбишечка, буди, дочечка его. А он уткнулся в диван. И не реагирует ни на что. Я говорю, сыночка, сыночка, вставай, мой хороший. Лишь в последний момент удалось вынести трехлетнего мальчика, который надышался дымом, но благодаря своевременной врачебной помощи выжил. Теперь семье предстоит капитальный ремонт, на который нет средств. Вероятно, придется менять потолок и всю мебель. Семья Пешковых просит помощи всех неравнодушных. Они будут рады одежде, обуви, канцелярии, предметам первой необходимости, строительным материалам, мебели. Номер банковской карты и телефона вы видите на ваших экранах. За дополнительной информацией можно позвонить Татьяне или в редакцию нашего телеканала. За черных и за белых вовлечь как можно больше молодежи в занятия шахматами. Такую задачу поставили чиновники края. Впервые в регионе подписано трехстороннее соглашение между Министерством спорта, Министерством образования и науки, а также представителями Федерации шахмат. Инициатором выступили спортивные функционеры края. В ведомстве считают, что это станет примером для других федераций. Главная же задача увеличить количество занимающихся шахматами. Их, по мнению авторов проекта, должно быть больше. Например, сейчас из более чем тысячи образовательных учреждений края в проекте шахматы в школах участвуют лишь 10%. Еще одним положительным результатом трехстороннего соглашения в ближайшее время может стать увеличение количества участников всероссийского командного турнира «Белая ладья». Шахматы не только математические способности развивают. Удивительно, но есть ряд исследований наших отечественных. Занятие шахматами резко влияет на улучшение показателей по русскому языку. Казалось бы, такая странная корреляция, странная закономерность. На самом деле, когда мы начинаем анализировать, ничего тут странного нет. Шахматы систематизируют мозг, порядок, как говорится, бьет класс. И этот порядок, систематизация мышления, системное мышление, как компетенция 21 века, начинает влиять на повышение успеваемости по всем другим предметам. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. В крае по-прежнему довольно тепло. Возможен снег в Бийске до 4 мороза, в Рубцовске до 5, в Белокурихе 7 ниже 0. В Барнауле днем снег и до минус 3. Напоминаю телефон редакции в Барнауле 722 440. Ну а полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова